Некоторые говорят, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи у салям, плохо говорил о женщинах. Не говорил. О женщине он сказал, что она была сотворена Аллахом из ребра, из нижнего. Оно кривое, изогнутое. В английском слово «кривое» несет негативный оттенок. А в арабском слово «кривой» не несет негативного оттенка. Пророк о женщине говорил, что она из ребра, и если пытаться ее выпрямить, то сломаешь. А если оставишь его, как оно есть, форма его останется неизменной. О чем речь? Суть в том, что женщина не будет никогда, как ты, а ты не будешь никогда, как женщина. Вы разные. Некоторые братья говорят, вот если бы она думала, как я. Если бы она думала, как ты, она бы мужиком была. Это уже другая проблема. А женщины говорят, вот бы он, как я, мог думать, чувствовать, как я. Не может он. Мой шейх сказал мне. Вот посмотрите, что, по сути, дают нижние ребра. Вот это ребро, вообще вот эти вот ребра, делают твое тело красивым. Спина позволяет стоять прямо. Но ребра делают форму твоего тела красивой. Если ребра все повыкидываешь, будешь выглядеть как Годзилла. Как чудище. То есть, о чем пророк говорил. Он как бы говорил, мужчины, оставьте их как есть. Они такими созданы. Иногда они руководствуются эмоциями. И в моменты, когда это происходит, тебе нужно спокойствие сохранять. Тебе нужно не забывать о том, что мы разные. Если хотите познать различия между мужчиной и женщиной в плане психологии. Книга есть, я ее лет 20 назад прочитал. Называется мужчина с Марса, женщина с Венеры. Мужчина, когда у него проблемы, обычно хладнокровен и задумчив. А женщина, когда у нее проблемы, обычно она склонна обсуждать, говорить о своей проблеме. Так или нет, скажите мне. Ну же, братья. Мужчина, когда проблемы у него, не хочет говорить о ней. Он хочет свою проблему обдумывать, обдумывать и обдумывать. Оставьте меня в покое. Со стороны выглядит, что я журнал читаю. Но на самом деле, это маскировка. Я хочу подумать наедине с собой. А женщина, дорогой, слышал, да, что у меня было? О боже, вот то было, вот это. Она хочет поговорить о своей проблеме. Это первое. Второе. Когда мужчина раскрывает рот, чтобы о своей проблеме поговорить, он будет говорить только лишь с тем, кто, по его мнению, даст нужный совет. Обычно происходит именно так. А женщина о своей проблеме хочет поговорить со многими. Совет, не совет, лишь бы поговорить. И об этом говорится, кстати, в той книге. Что мужчина ищет решение проблемы. Он выслушал решение своей проблемы, все, спасибо. Он просто запрашивает информацию. А женщина как действует? Она не всегда заинтересована в решении. Ей просто нужно, чтобы ее выслушали. Прав я или нет, ну? Да, спасибо. Так что, мужчины, слушайте свою женщину. Если она тебя через 20 минут спросит. Ну так это, в итоге, что думаешь, я смогу? Ты такой. Можешь повторить все, что ты сказала? Вот это некрасиво. Слушайте их. Они хотят, чтобы их слушали. Женщина хочет, чтобы кто-то почувствовал, что она чувствует. Когда кто-то чувствует то же самое, что чувствует она, ей от этого хорошо. Если ты будешь относиться к ней вот примерно так. Типа, если ты подойдешь ко мне и начнешь советы давать, которые я не просил, в то время как я пытаюсь обдумать проблему. Хочу побыть наедине с собой. А ты лезешь ко мне с советами. Мне нужно побыть одному, обдумать проблему. Я у тебя совета. Не спрашивал. Ей это будет неприятно. Она подумает. Что? Ты меня не спрашивал? О боже, ты что, меня больше не любишь, кот? Так она это поймет. Для них это другой мир, они с другой планеты. И мы тоже с другой планеты. Так в книге говорится. Мужчины в отношениях с женщиной часто забывают о романтике. Забывают напрочь. Женщины бережно помнят даты важных событий. А мы, мужчины, забываем. И женщины хотят, чтобы мужчина понимал их. Без слов, подсказок и намеков. А нам, мужчинам, нужно объяснить, в чем же дело. Так оно и бывает. Множество споров из-за этого возникают. Она говорит. Тебе надо было подумать об этом. Это ж очевидно. О боже. Ты об этом не подумал? Это ж так очевидно. А для мужчины, порой, это вообще не очевидно. Так что, если хотите сохранить свой брак, давайте человеку то, что ему нужно. Мужчины, слушайте женщин. Женщины, не донимайте мужчин. Пусть побудут одни. Выслушай женщину. Ей, может быть, вообще решение не нужно. А женщины, не перекрывайте мужчине кислород. Дайте одному побыть. Когда захочет поговорить, тогда и поговорите. Если он сосредоточен на проблеме. Если вы прочитаете эту книгу, поймете, что мужчина и женщина фундаментально отличаются друг от друга в психологии, в мышлении.